Здравствуй, приятель! Не торопись! Угостись чашечкой ароматного чая и глубоко вздохни. Переведи дух. Я открыла этот канал, по большей части, для себя самой. Но мне будет очень приятно, если ты здесь задержишься. Это мое первое видео здесь, и я буду счастлива, если ты поддержишь меня в моем начинании. Буквально месяц назад в мою голову пришла идея. А почему бы не перестать переживать обо всем, полюбить себя, свое дело, и начать вести социальные сети вроде Инстаграма, Ютуба, да даже ТикТока для себя. Ну а уж если людям это понравится, это будет приятным бонусом к моему труду. И вот уже месяц я работаю над этим, и наконец я смогу представить это. Сегодня я хочу представить вам мои наработки для видео в ТикТок на один из, по моему мнению, популярных треков внутри этой платформы. I call be every color you like. Наверняка многие из вас слышали от меня заурядную песню. Я хотела попрактиковаться в стилизации портретов. Необходимо было отрисовать восемь девочек. Оу, Пинтерест мне в помощь. Найдя несколько референсов портретов, чтобы мои девочки вышли не совсем кривыми, я принялась скетчить. Это было моим вторым шагом. После скетча работа шла чуть-чуть попроще. Потому что в стилизации я не сильно задумывалась о глубине пространства, об объемах форм, ну как в более реалистичных рисунках. Хочется видеть лаконичный результат. Я подбирала по семь оттенков каждого цвета. Оттенки красного, желтого, синего, пурпурного, зеленого, розового, черного и белого. И работа пошла дальше. О, да, мне очень нравится добавлять румянец и веснушки на щечки. Я считаю это милым. Ты можешь со мной не согласиться, это нормально, ведь у каждого свое мнение. Я считаю это милым. Я считаю это милым. Я считаю это милым. К сожалению, идея создания творческого канала пришла ко мне позже. Я снимала не с самого начала, да и то, что отсняла моя карта памяти, решила отформатировать. Было очень обидно, и я уже думала забросить весь проект. Но мне удалось побороть свою грусть и злость, и теперь я, ты, можем видеть и оценивать мой результат. Как я уже говорила ранее, хотелось видеть лаконичный результат, и я его увидела. Субтитры создавал DimaTorzok